Я Сергей Мельник, руководитель Алисы и умных устройств компании Яндекс. Я очень люблю технологии. Особенно мне нравится, когда технологии смешиваются немного с магией, когда происходит очередной прорыв, и это будоражит фантазию. Год назад случился такой прорыв в области генеративных нейронных сетей от компании OpenAI, и люди испытали, в принципе, шок. По моему мнению, подобный же прорыв произошел где-то 10 лет назад, более 10 лет назад, когда машины научились распознавать человеческую речь и синтезировать ее. И как результатом этого прорыва появился голосовой ассистент под названием Siri. При этом его создатели обещали, что еще чуть-чуть, и у нас появится тот самый искусственный интеллект, который был описан в фильме «Железный человек» под названием Jarvis. То есть они говорили, у нас будет ассистент, который всегда будет с вами, который будет помогать вам решать ваши задачи и брать на себя повседневную рутину, и таким станет вашим компаньоном. На самом деле идея людям очень понравилась, и как результат в 2014 году компания Amazon и Microsoft выпустили своих голосовых ассистентов, которые назвали, соответственно, Cortana и Alexa. Компания Google сдала свой ответ только в 2016 году и выпустила одноименного ассистента Google Assistant. При этом нужно понимать, почему вообще большие компании пошли в эту историю. Там две причины. Первая причина — это все-таки инновация, то есть им понравилась сама идея такого виртуального ассистента, который всегда с вами, и это некоторая гонка, в которой нельзя было не участвовать. Вторая причина — у каждой компании она, по сути, была своя. Компания Amazon, например, недавно проиграла гонку мобильных платформ компаний Apple и Google, и у них осталась прекрасная команда, которая сделала Alexa и девайсы для нее. И буквально за два года Alexa продала уже какие-то миллионы штук своих девайсов на американском рынке, и это был достаточно успешный продукт. И компания Microsoft опасалась, что в конечном итоге Amazon достигнет тех целей, которые преследовала, и может потерять некую свою поисковую долю, и поэтому вступила в эту игру. То есть у компании Google, в отличие от Amazon, была стратегия в первую очередь защитная. Компания Яндекс старалась не отставать, и в 2017 году выпустила Алису, и этот продукт делали уже на самом деле в течение трех лет. И, в принципе, основная задача была тоже защитная. То есть мы боялись, что на российский рынок придет Google со своим ассистентом, и мы в конечном итоге начнем терять свою долю, и поэтому мы ввязались в эту игру. Но при этом, когда ты разговариваешь с разработчиками, которые делали Алису, и спросишь, а что же вы делали, какой продукт вы хотели получить, то ответ был всегда один и тот же. Джарвис. В 2017 году мы анонсировали Алису, и первое приложение, в котором она появилась, это было приложение Яндекса, и при этом Алиса уже на старте умела достаточно много. То есть она понимала человеческую речь, она могла говорить как человек, а еще отвечала на простые запросы, связанные с погодой, напоминанием. Если требовалось ответить на какой-то информационный запрос, она ходила в поиск, брала оттуда информацию, опять же вам озвучивала. И это был какой-то вау-эффект для людей. Но основная фишка Алисы заключалась в том, что туда взяли и поместили так называемую болталку. То есть когда Алиса не понимала, о чем говорит человек, она пыталась отшутиться, либо как-то постараться ответить максимально в попад. Это радикально отличало от ее других голосовых ассистентов, потому что в Амазоне или в Гугле работа ассистента была достаточно такой примитивной. То есть они распознавали речь человека, дальше по сути писали регулярные выражения, понимали, что нужно делать и выполняли эту команду человека. Алиса немножко пошла шире, то есть она, простите, отшучивалась иногда, когда не знала, что же от нее хотят. И на самом деле все ожидали, что люди на старте будут пользоваться как раз вот этими рациональными сценариями. Напоминания, будильники, вот это все. Но, к сожалению, все пошло не по плану, и людям понравилась та самая болталка. То есть мы попали в сердца людей через эмоции. И рациональная составляющая, к сожалению, в Алисе, в мобильных приложениях, она свелась к тому, что когда вы заходите в приложение Яндекса, то вы пользуетесь Алисой прежде всего для поискового сценария. Когда вы заходите в навигатор, вы пользуетесь построением маршрута. То есть ассистент, того ассистента, которого бы мы хотели построить, не получилось. И там, в принципе, есть две причины, скорее всего, которые привели к этой проблеме. Первая проблема — это закрытые платформы. То есть платформы не позволяют сотворить ту самую магию с помощью технологий. И вторая причина — не было технологий, которая позволяла бы ассистенту понимать, а что же хочет от нее человек. Потому что, по сути, все эти действия, так или иначе, они описывались некоторыми скриптами. Ну и, к сожалению, на принципе Алиса в мобильных приложениях — это, по сути, голосовой ввод над большинством сервисов. Что немножко нас как-то огорчало. В 2018 году мы запустили Яндекс.Станцию. И в отличие от мобильных приложений, там мы уже полностью управляли железом. То есть мы делали железо, которое нам хотело… Мы это называем домиками, если честно. То есть мы сделали домик для Алисы, в котором ей бы жилось комфортно. И каждое новое устройство мы старались сделать так, чтобы принести в Алису что-нибудь новенькое. То есть там лучше микрофоны, чтобы лучше слушало, лучше акустику, наделяли всякими возможностями работы с умным домом. То есть мы старались в Алису принести как можно больше полезных сценариев. Но, как и в мобильных приложениях, мы столкнулись с той же самой проблемой. К сожалению, у нас не было искусственного интеллекта, который бы понимал, а что же человек все-таки хочет от меня. И мы столкнулись… Как бы первая попытка построить Джарвиса у нас, к сожалению, провалилась. Но если порефлексировать, почему же это так… Почему так получилось и почему в новостях часто пишут, вот Siri глупая, а Google Ассистент не развивается, то ответ на самом деле для Алисы, он примерно выглядит следующим образом. Есть технологические барьеры. Первый технологический барьер — это архитектура Алисы. То есть на старте, когда мы спешили быстрее ответить Google, мы сделали некоторые архитектурные ошибки, которые нам пришлось в будущем переделывать. Это я вам расскажу по БЖ. А второе — это как раз не было той технологии, которая позволяет понимать смысл речи человека. Это мы обсудим дальше. И продуктовые барьеры. Хоть Алиса и поселилась в очень популярные мобильные приложения, но сценарии использования у них там были связаны именно с теми приложениями, где она живет. То есть по факту у Алисы не было своей аудитории. И эту задачу надо было как-то решать. Ну и два остальных пункта, они в принципе взаимосвязаны. Мы люди и мы предпочитаем пользоваться продуктами, которые имеют либо рациональное зерно, либо эмоциональное зерно. И как я уже сказал, в мобильном приложении и Алиса вообще, люди ее полюбили именно за эмоциональность, то, что она уменьшила расстояние между машинами и людьми. Что же делать дальше? Ну, на самом деле не сдаваться и по-прежнему строить Джарвиса. Как мы это делали? Какие проблемы решали? Вообще, когда Алису мы запустили, к сожалению, у нее архитектура была настолько микросервисная, что для каждого приложения у нас, по сути, была своя инсталляция Алисы. То есть для приложения навигатора это своя инсталляция, для поиска это своя, для устройств третья и так далее. То есть каждая поверхность, где живет Алиса, имела свою инсталляцию, что не позволяло построить нам образ того продукта, который мы видели. А образ описывался очень просто. Утром у нас будет Алиса, помогает заказать вам кофе, заказать такси, сопровождает вас в течение поездки до работы, на работе и так далее. То есть на самом деле сделать того самого партнера, который будет с вами решать ваши рутинные задачи. На самом деле у нас, к сожалению, нам пришлось поступить достаточно жестко. Мы фактически стопнули разработку Алисы, новых фичей для Алисы на полтора-два года, и мы полностью все переделывали. И за это решали две задачи. Во-первых, мы хотели построить как раз того помощника, который был бы единый для вас во всех поверхностях, где он живет, и чтобы он помнил про вас, кто вы такой и что вы хотите с ним делать. А вторая причина — это как раз масштабирование разработки сценариев. То есть разработка сценариев оказалась очень трудоемкой задачей. То есть на разработку какого-нибудь аудиосценария, когда вы хотите послушать музыку или еще, нужно тратить десятки разработчиков, что вообще не очень хорошо. То есть по факту продукт оказался настолько сложным, что масштабирование его разработки оказалось тяжелейшей задачей, которую как раз большинство голосовых ассистентов не смогли преодолеть. Давайте следующая проблема. Это аудитория. То есть Алиса, когда появилась в мобильных приложениях, она помогала решать основной сценарий приложения, сервиса, в котором живет. А в станциях мы как раз… Это по сути вход. Мы его, знаете, как рассматриваем эту штуку. Это что Алиса — это посредник между человеком и цифровыми сервисами. И вот в станциях изначально стрельнуло несколько сценариев. Конечно, это форм-фактор определяет, и поэтому в станциях очень много слушают музыку. С Алисой в станциях очень много разговаривают, и в станциях очень много люди болтают с Алисой. Но первая станция была достаточно дорогой, продукт вообще был новый для рынка, люди не понимали, зачем им платить столько денег. И поэтому эту задачу можно решать несколькими способами. И один из способов, который мы выбрали, это пойти в более доступные ценовые категории. То есть мы сделали станцию мини сначала, и у нас продажи увеличились в разы. И через некоторое время выпустили станцию лайт, что позволило, опять же, уже там, можно сказать, в 10 раз суммарно увеличить продажи от относительно 2018 года. То есть мы пошли в низкий ценовой сегмент, и на самом деле пошли в высокий ценовой сегмент, когда запустили станцию МАКС, потому что показали людям, что, смотрите, такие продукты — это очень крутая штука. Следующая задача, барьер, который нам пришло решать, это как раз рациональная. То есть люди считают, что они рациональные, рациональные предпочитают брать рациональные вещи. И вот эти рациональные вещи со временем… Есть кривая допшина. И, к сожалению, вначале люди покупают продукты за счет эмоций, но модно, молодежно, прикольно, давайте брать, пользоваться. Но со временем, когда проникновение продукта происходит в рынок, требуется в действительности больше рационального зерна, потому что людям нужна причина, почему же они хотят этим пользоваться. И вот так как разработка сценариев достаточно сложная вещь, поэтому мы шли двумя путями. Первый путь — это мы разрабатываем станции, улучшаем их. Второй — мы улучшаем ассистенты и пробуем, а что же людям все-таки зайдет в ассистенте. Первый сценарий, который людям понравились, — это была музыка, видео. А дальше мы поняли, что третий сценарий большой, массовый, который может быть в повседневной жизни человек — это умный дом. Мы просто наблюдали, как к нашей платформе умного дома люди постепенно подключают все больше и больше умных девайсов, и при этом количество людей, которые пользуются умным домом, росло быстрее, чем количество пользователей станции. И поэтому мы сделали шаг в сторону умного дома. То есть мы интегрировали в наши девайсы ZGB, чтобы сделать пользовательский опыт лучше. Старые продукты умного дома, они обычно cloud-to-cloud, а интернет, к сожалению, ненадежная штука, и поэтому локальность обмена данными, она значительно улучшает пользовательский опыт. И поэтому мы стали делать, по сути, мы стали делать станции некоторым хабом, то есть хабом вашего умного дома. А Алисе как бы мы говорили, что ты теперь несешь ответственность за то, как люди себя чувствуют в своих домах. Параллельно мы экспериментировали с разными сценариями и с разными заказами такси, коммуникационными сценариями. Под этими коммуникационными сценариями мы подразумеваем звонки. Раньше у нас был, например, телефон в домах, а сейчас его не осталось, и на самом деле из станции получился прекрасный телефон. У нас регулярно пользуются звонками. Примерно треть пользователей, там несколько миллионов человек в месяц хотя бы раз позвонят на станцию либо со своей станции. И вот такие рациональные сценарии мы все больше и больше проращивали в наших девайсах и в Алисе. И другой очень важный компонент, про который я уже сказал, это эмоциональность. Болталка — это прикольная штука, которая стрельнула на старте, потому что это был какой-то вау-эффект. Люди просто не ожидали, что технологии могут такое. И дальше вот этот вау-эффект нужно в продукте всегда продолжать исполнять. Поэтому мы незаметно для пользователей всегда улучшали, например, синтез до такой степени, что в какой-то момент мы решили посмотреть, насколько мы сделали синтез максимально человечным. Сделали обратный эксперимент, откатили на то, что было год назад, и буквально за пару часов собрали очень много негативного фидбэка, так что этот эксперимент пришлось откатить, потому что люди не понимали. Видимо, Алису сломали, она какая-то стала совсем роботной. При этом, когда вы спросите ее включить какой-нибудь трек или что-нибудь, что ей нужно произнести на английском, то она всегда говорит с каким-то русским-английским акцентом. И это неспроста. Это пользователям, людям в действительности очень удобно, когда у Алисы акцент такой же, как и у них. И они просто чувствуют себя более комфортно. То есть это осознанное решение не делать британский или английский язык. А дальше был прикольный эксперимент с шепотом. Мы долго хотели Алису научить шептать, то есть в синтезе добавить эмоций. И мы наконец-то в конце 2020 года покатили релиз с шепотом вечером. А на следующее утро должен был быть анонс Яка, где мы покажем как раз, что такое шепот. И вечером покатили релиз, и на Пикабул был пост от мужчины, который написал, что его дочка была немножко в шоке, когда услышала, как Алиса отвечает шепотом. Мы стали читать этот пост, там была забавная история. Алиса, девочка спрашивала у Алисы, а как пишется слова. И так готовила, делала домашние задания. Отец ей запрещал это делать, и поэтому девочка все время говорила шепотом с Алисой. И вот на привычный свой шепот, она такая, Алиса как пишется, Алиса ей тоже ответила шепотом. И ребенок был немного в шоке от произошедшего. Папа не ругался, но был тоже впечатлен, как развиваются технологии. И вот этот шепот на самом деле людям очень сильно понравился. Я регулярно читаю отзывы на наши продукты на разных маркетплейсах, и вот шепот там упоминается очень часто. Людям нравится то, что Алиса на шепот может отвечать шепотом. Людям нравится то, что машины становятся все более человечными. Ну а дальше, так как станция и Алиса — это, по сути, член семьи для многих, она живет в домах людей, где много людей. И у каждого человека есть свое имя, есть уникальные предпочтения в музыке, в разных вещах. И поэтому в конечном итоге, если Алиса является таким членом семьи, почему бы ее не научить понимать, а с кем она говорит? И вот мультиаккаунт — это как раз следующий этап развития продукта, эволюция, и чтобы сделать ее более человечной и таким членом семьи. То есть как раз все еще сильнее выращивать эмоции человека к Алисе, то, чтобы они любили ее больше. И это фича, которая тоже людям нравится. Мы ее нигде не промим, но аудитория этой фичи органически растет. Если у вас есть танцы, можете прийти домой и сказать, Алиса, давай познакомимся. Извините. На самом деле, как результатом такого отношения к продукту, когда мы поэкспериментируем с новыми фичами, которых никогда не было, с эмоциями, то есть у нас получилось создать такой небольшой успех на рынке. То есть на рынке всегда существовали глупые колонки, Bluetooth-колонки. И при этом они, в принципе, до 2019 года уже перестали расти. Рынок был flat. И дальше мы вышли со своими умными колонками с ассистентом. И, по сути, сначала начали отъедать рынок глупых колонок. Люди приходили в магазины и думали, что им взять, глупую колонку или умную колонку. И в конечном итоге они сделали свой выбор в пользу колонок с ассистентом. А дальше произошел еще забавный эффект. В действительности люди увидели ценность в этом продукте, потому что до 2019 года рынок акустики портативной вообще не рос, а за последние 4 года он почти удвоился. И это, на самом деле, очень крутой результат, которым я горжусь. А есть другая цифра, которой я тоже горжусь. Станции вышли в 2018 году, и им уже, в принципе, 6 лет. 6 лет мы обновляем софт на первой станции, люди получают новые фичи. И вот как результат, за 6 лет 92% станции до сих пор онлайн. То есть хотя бы раз в месяц люди ими пользуются, и это очень круто. И мы сейчас видим, когда вышел на последний продукт, что люди заводят вторую и третью устройства в своих домах, потому что им продукт этот очень нравится. Я рассказал по 5 проблем, с которыми мы столкнулись в нашем продукте. К началу 2023 года мы, в принципе, решили 4 проблемы. То есть переделали архитектуру, наша аудитория выросла до миллионов. Решили проблему как раз с полезностью и эмоциональностью. То есть мы построили, в принципе, такой внутри команды конвейер, который позволял улучшать продукт. Мы знали, что мы хотим. А дальше, в мае 2023 года, мы запустили впервые навык генеративные ответы Алисы в голосовом ассистенте. То есть это никакая другая компания в мире не интегрировала нейросети в свои продукты. Нам хотелось экспериментировать, то есть создавать новые продукты. В станциях мы молодцы, но дальше мы пошли в другие категории продуктов, чтобы как раз расширять нашу аудиторию и расширять полезность ассистента. То есть мы, по сути, решили сценарии, связанные с голосом, аудио, коммуникации, транзакции. А дальше нам хотелось все-таки пойти в другой домен и как раз сделать продукт, в котором добавится экран. Нам с волей судьбы в 2020 году отдали команду, которая занималась разработкой ТВ-платформы. Мы долго думали, что же с ним делать. И в конечном итоге пришли и поняли, что хотим объединить два продукта. То есть мы хотим объединить станцию и телевизор. Но, к сожалению, когда мы пошли искать технологического партнера, который бы мы дали ему софт, а он бы подделал с нами железку, мы такого не нашли. И ответ оказался банальный, потому что компании на самом деле не хотят рисковать теми бизнесами, которые у них есть. То есть если компания производит телевизоры, она будет производить телевизоры, она не готова вкладываться в инновации, потому что это большие риски для них. Ну, мы подумали, что давайте рисковать. И на самом деле сделали этот продукт, которым очень гордимся, и которым будем продолжать вкладываться. Мы вкладываться дальше. В ноябре этого года мы выпустили новый продукт, который называется станция Миди. Это, по сути, мы в нем вложили наш опыт, который скопили за последние шесть лет. То есть мы, во-первых, не забываем про эмоциональную составляющую, мы положили в него эмоции. Это дизайн. И на самом деле даже вес, он специально подобран для человека, чтобы он нравился ему. То есть когда вы возьмете этот продукт в руки, вы будете получать удовольствие. И это все делалось как раз с точки зрения эмоциональной составляющей. С точки зрения рациональной составляющей мы решали несколько сложных технических проблем. Там прекрасный звук. Наши конкуренты, мы рассматривали HomePod Mini, поэтому СБСы всегда проводили именно с этим продуктом. И в этой гонке мы победили. А дальше нам нужно было сделать Алису чуть-чуть удобнее для людей. То есть мы, как я уже говорил, мы вкладывались в умный дом, сделали в какой-то момент часть сценариев умного дома работала не на серверах, а локально уже на устройстве. А следующим этапом нам хотелось сделать так, чтобы Алиса жила прямо внутри устройства, не где-то в дата-центрах, а на устройстве. То есть отключается у вас интернет, а Алиса по-прежнему с вами работает. И вот это первое устройство, в котором нам удалось сделать маленькую копию Алисы, которая успешно работает с сценариями умного дома. То есть отключаете интернет, можете по-прежнему управлять вашим умным домом. И это очень крутая фича. Причем если делать исследования на рынке, что вы хотите, люди вам не скажут. Это просто такой прыжок веры очередной был. Ну а дальше мы планируем все больше и больше сценариев делать локальными, чтобы Алиса жила уже в ваших устройствах и никак не зависела от интернета. Следующим продуктом, который начал буквально продаваться вчера, стала станция DuoMax. Опять же, мы в станциях молодцы, но нам хотелось выйти опять же в новые домены для Алисы. То есть мы не забываем, что мы хотим построить Джарвиса. И наша задача — уметь быть полезным не только в формате голоса, но и визуально. Поэтому мы снабдили привычную станцию экраном, чтобы когда вам нужно вывести какую-то сложную информацию, вы не воспринимали ее на слух, а на самом деле просто получали визуальный ответ. Ну и при этом там есть камера. Сейчас там реализованы только видеозвонки, но никто не отменял прогресс и развитие. Со временем Алиса научится видеть и помогать вам решать какие-то другие задачи. Извините. Дальше. На самом деле, как я уже сказал, самое сложное — это создавать навыки, научить машину понимать, а что же хочет человек. Поэтому мы на самом деле сделали, интегрировали Яндекс.Нейросети, Яндекс.ГпТ прямо в Алису. И сделали ее намного человечней. Теперь она может поддерживать с вами длинный диалог в общении, но при этом диалог поддерживает не только с точки зрения коммуникации, но и на самом деле кросс-сценарно. То есть вы можете начать с ней общаться на одну тему, перейти в другой сценарий. Например, вы можете спросить, не знаю, какие сказки вы написали в 19 веке. Я спрашивал, правда, про 17 век, узнал, что кот сапогах, и после этого попросил включить эту сказку. И такое, благодаря этим нейронным сетям, как раз можно писать такие сценарии, когда вы, в принципе, не ограничены, по сути, взаимодействуете с тем самым Джарвисом. А так как мы компания Яндекс, и мы про поиск, то наша нейронная сеть не ограничена знаниями по какому-то времени. Когда требуется получить актуальную информацию из интернета, Алиса просто сходит в поиск, посмотрит, а что же там есть интересного, актуального, и просто синтезирует в удобном формате для вас ответ. И как это примерно выглядит? Алиса, расскажи, что за песню поют гномы дома у Бильба в фильме «Хоббит». В фильме «Хоббит» гномы поют песню «Far over the mist» и «Mountains Cold» далеко за холодными туманными горами. Давай послушаем. Так, и на самом деле сегодня открывается запись в бетту «Новая Алиса», где вы можете попробовать этот продукт и стать участниками создания этого самого Джарвиса вместе с нами. Спасибо. Ох, спасибо тебе большое за выступление. Спасибо. У нас уже есть вопросы, но мы сейчас, так сказать, наверное, начнем с чего-нибудь простого. Ты, так сказать, нам поотвечаешь, может быть, со своим опытом, может быть, немножечко расширенным, а может быть, и коротко. Пожалуйста, пару слов про планы развития. Вот ты сейчас только что сказал, что открылась бета, куда можно записаться. Алиса, может быть, ты чуть-чуть, так сказать, разовешь эту историю с точки зрения… А есть какие-то планы развития платформы для разработчиков голосовых навыков Алисы? Может быть, есть какой-то план? Сегодня, кстати, на эту тему будет доклад от Паши Капли. Вы можете прийти и послушать, как он будет про это рассказывать. Давайте немножко расскажу вам про Джарвиса и вот эту идею. Я уже сказал, что Алиса – это такой посредник между человеком и цифровыми сервисами. И в действительности LLM-ки позволяют не только синтезировать текст, как мы общаемся, но в действительности эта технология позволяет упрощать написание продуктов по взаимодействию между сервисами. То есть, да, эта технология позволяет упростить разработку тех самых навыков для Алисы. И платформу навыков мы будем развивать так, чтобы у разработчиков появилась возможность сделать легкий доступ от Алисы до любого своего сервиса. Спасибо. Еще один вопрос. Какой сценарий напрашивается для Алисы, но для него все еще есть серьезные технические ограничения? Как это ни странно, ну, это такой, это ближе к девайсам сценарий, но мне он очень нравится, потому что мне несколько человек уже написало, что очень плохо, что мы не умеем понимать, с какой громкостью говорит человек. То есть вы выставили громкость, например, 10, подходите к ней рядом и что-то спрашиваете, она вам отвечает очень громко. И было бы прикольно, если бы все-таки Алиса понимала, что вы находитесь рядом и могла отвечать с той же громкостью, что и человек, потому что это, опять же, увеличивает похожесть на человек, уменьшает, как это, уровень машины. Ну да, опять же, утро можно потише чуть-чуть говорить, вечером можно чуть-чуть погромче, возможно. Тоже потише, когда ребенок хочет спать, а ты ставишь будильник. Тогда у меня следующий вопрос, он тоже немножечко с одной стороны про железо, а с другой стороны про развитие. Вот ты говорил о том, что появилась камера, и, кстати, здесь на стендах можно подойти, посмотреть, как эта камера работает. Вот тут вопрос такой, соответственно, к нам пришел. Какой будет следующая степень развития Алисы? Компьютер-вижн? Ну, на самом деле направлений может быть несколько. То есть одно из них, это как раз связанное с компьютерным зрением, но аудитория этого сценария, опять же, пока будет небольшая. Второе направление — это все-таки в том, чтобы машина, ну, Алиса лучше понимала, что же вы хотите. То есть это как раз не реактивное действие, когда вы просите Алису что-то сделать, а проактивное действие, то есть Алина понимает ваши привычки и делает за вас. Слушай, тут есть еще ряд вопросов, но я от себя вопрос задам, потому что ты вот упомянул, что ребенок там спит. Это для меня личный сценарий. Вот умные устройства, соответственно, вот эта синергия с умным домом. Вообще, насколько плотно вы работаете над сценариями именно умного дома с Алисой? И вот как-то можешь осветить вот эту историю? Ты говорил про протокол Zigbee и про ряд устройств, которым уже люди сопрягают. Есть ли у вас какой-то, не знаю, библиотека, набор уже готовых сценариев, в которые человек может прийти и сказать, я готов, я хочу, я вижу вот эти вот штуки, я могу сразу купить и у себя установить, настроить. Можно издалека пойду? Давайте. Там на самом деле несколько. И как у каждого продукта есть, по сути, свои барьеры, почему же люди не пользуются им. В умном доме там три барьера, но один из них – это цена, люди думают, что эта штука дорогая. А, вторая штука – это вещь, это я не понимаю, зачем мне нужно. А третья – что там это вообще можно делать. И как раз с помощью, опять же, LLM и таких продуктов можно решать эту задачу очень элегантно. То есть ты можешь прийти, сказать, мне бы хотелось… Ты не описываешь… Ты просто описываешь, а какую задачу тебе бы хотелось решать. То есть ты говоришь, я хочу, когда я приду домой, чтобы шторы автоматически закрывались, включалась комфортная температура, вот это все, но я не знаю, что мне для этого нужно. И вот ты просто берешь Алису и описываешь этот сценарий, она тебе говорит, нужны тебе такие-таки-то девайсы, и дальше я сама за тебя настрою эти сценарии. Либо еще другая вещь может быть, когда Алиса знает, что у тебя есть такой-то набор девайсов, и она может тебе предложить, а какие сценарии ты можешь создать. И это, опять же, магия вот этих LLM-ок. Спасибо. Чтобы закрыть этот разговор о будущем, еще такой вопрос. Вот как ты думаешь, какую еще функцию сможет Алиса закрыть, так же, как она сделала с телефонными звонками? Очень круто, кстати, что можно позвонить, если у тебя ребенок дома, где-то потерял телефон, и ты такой, Алиса, позвони домой, я хочу поговорить с дочерью. Какой следующий сценарий? Мне на самом деле хотелось все-таки, ну это как это, чтобы люди выработали привычку, но точнее так, чтобы продукт настолько был удобным, что когда вы встаете, у вас тут мало времени, надо бежать на работу, быстро заказал себе кофе, и все-таки заказал такси, и такси приехало куда надо, и ты побежал на работу, потому что иногда не хватает времени, чтобы достать этот телефон. Ну, спасибо тебе большое за ответ на вопросы. Давайте поблагодарим нашего докладчика. Спасибо. Сейчас самое время, мне кажется, будет оценить доклад. Мы попросим, попросим. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...